В прошлом году на капитальный ремонт и реставрацию учреждений в селах было потрачено 20 миллионов рублей. От общих выделенных средств это 75%, остальные 25% направили в города и крупные населенные пункты. К слову, продолжается не только реконструкция, но и строительство. Речь, например, об Ишиме. На этой неделе здесь открыли новый дворец культуры. Воплотить в жизнь этот проект удалось с опережением графика практически за два года. Напомню, что решение о возведении объекта было принято по инициативе Владимира Якушева. Местные жители поддержали идею в ходе рейтингового голосования еще в 2018-м. А уже сегодня посещать аудитории для занятий различными видами искусств могут более полутора тысяч детей и взрослых. Концертный зал рассчитан на 500 мест. Отмечу, что за полтора года в Тюменской области реконструировано и построено с нуля шесть учреждений культуры. В 2020-м в селе Каскара открыли свои двери обновленный дом культуры «Юность» площадью свыше 2500 квадратных метров. В здании заменили коммуникации, отремонтировали залы для творчества, обновили концертный зал. В сентябре в Ишиме открылась модельная библиотека. Это первое учреждение, которое попало в программу модернизации. Здесь появилась зона каворкинга, пространство для лекций и арт-зона. Также осенью прошлого года после капитального ремонта начала работу Анохинская детская школа искусств. Открылись новые направления обучения. В учреждении появился концертный зал на 200 мест. В декабре завершилась реконструкция дома культуры в селе Лабино Юргинского района. Здесь полностью заменили инженерные сети, провели водоснабжение, и оборудовали залы для занятий творческих коллективов весной этого года. Детская школа искусств с 30-летней историей в селе Киево переехала в новое здание. У учеников появился концертный зал на 97 мест, с костюмерный зал для занятий хореографией, раздевалки с душевыми, кабинеты для занятий живописью и скульптурой. В июне введен в эксплуатацию центр культурного развития в поселке Московском. Его площадь более 6000 квадратных метров.